Естественно, перед тем, как снимать клип, когда вы уже выбрали свою композицию, нужно продумать стратегию. Как и где вы будете продвигать клип? И это закладывается именно в начале, для того, чтобы вы понимали весь бюджет проекта. Важно, что бюджет проекта — это не бюджет клипа. Без продвижения сейчас сложно обратить на себя внимание. Тикток, наверное, исключение. Там маленькие форматы, и там, возможно, что зайдет вообще совершенно любая, как говорится, трушная история. С клипами какими-то красивыми, качественными — это не работает. Начнем со стратегии для начинающего артиста. В первую очередь начинающий артист, конечно же, четко должен представлять свою аудиторию и знать, где и как до нее достучаться. То есть это нужно промониторить. Ребята, мониторьте свою аудиторию, ищите свою аудиторию, думайте, для кого вы снимаете, для кого вы, в принципе, поете. Не нужно думать, что вы поете для всех. А начинающий артист однозначно должен думать о том, чтобы ярко о себе заявить. Клип внутренних органов — ну что это такое? Короче, нужно как снимать, какой-то быть жесть, может быть нет. Ну, в общем, нужно быть ярким. Если вы артист, и у вас своя уже там какая-то небольшая аудитория, нужно, во-первых, понять, какую клип решает задачу. Вы своим клипом хотите просто показать свое творчество, или вы хотите расширить свою аудиторию. Должна обязательно расти и ваша аудитория, и вы как артист. Если вы узнаваемый артист, то, в принципе, большинство вопросов, которые я рассказывал, закрывает ваш менеджмент. Клип снимается относительно годовой стратегии. PR-стратегия, она есть, все это там распланировано. Но, конечно же, так как сейчас в нашем мире меняется все очень быстро, сегодня одно, завтра другое, то тут нужно успевать. На волне хайпа где-то вылезти, это уже нужно реагировать, как, скажем так, новостная программа. Что-то появилось, вы быстренько что-то подсняли. Это какие-то такие достаточно простые моменты. Если вы звезда, конечно, звезде позволено практически все. Важно понять вашу географию, список стран, учитывать законы в этих странах, чтобы, опять же, не попасть в просак. Где-то нельзя показывать сигареты, где-то можно, к примеру, ваш музыкальный проект рассчитан на аудиторию Китая или Кореи. Там свои законы, свои правила. Изучите их перед тем, как снимать клип. Если вы этим занимаетесь не вы, а продакшн, который вы пригласили, то, соответственно, они должны закрывать эти вопросы. В России тоже сейчас немало законов, поэтому стоит на это обязательно обращать внимание. Нужно понимать, в каких площадках будет ротироваться ваш клип. ТВ, социальные сети, стриминговые кампании, YouTube, если это Китай, Йоку четко нужно понимать, как вы сеете свой клип, кто этим занимает. Также я рекомендую продумывать перед тем, как снимать клип информационную поддержку. Сейчас очень хорошо работают блогеры, интернет-издания, ТВ-передачи там поучаствуют, новостные передачи сейчас на разных каналах. Хочется тоже любят рассказывать про культуру, о том, как клипмейкеры снимают обалденные клипы с крутыми артистами. Вот мы сняли «Любви», год держали сценарий, и вот он наконец-то выстрелил в правильный пиар. Ваш клип увидят больше. В стратегию может входить эта таргетированная реклама, прямая реклама у блогеров. Можно попробовать коллаборацию, пригласить блогера, поучаствовать в вашем клипе. Ему может быть тоже интересно, и вы сделаете для него, скажем, какую-то рекламу, и он сделает вам рекламу. И в целом это все очень хорошо работает. Все вот это, то, что я рассказываю, это не то, чтобы усложняет. Наоборот, хочу вас обезопасить. Так много музыкантов, хороших клипов, их никто не видит и не смотрит. И это только потому, что, друзья мои, вы не продумываете стратегию их продвижения. Прорваться через этот вот весь информационный мусор, который льется на нас со всех сторон, нужно продумывать стратегию и определять для нее свой бюджет. Product placement. В целом, если вы, к примеру, уже какой-то более-менее там популярный блогер, у вас есть хотя бы 200, 300, 500 тысяч подписчиков на том же YouTube, видео просматривают по миллион, два, три миллиона просмотров, то, в принципе, можно прийти в компанию и сказать, ребята, вот смотрите, вот моя аудитория, вот аналитика, я неплохо пою, неплохо мои видео смотрят. Я хочу сейчас, вот я выпустил новый трек, хочу сделать что-то поинтереснее, покачественнее. У меня есть вот продакшн-команда, мы хотим снять классный клип. Моя аудитория близка к вашему продукту, давайте мы его заявим. И, собственно, это будет стоить столько-то, столько-то. То тут уже зависит от ваших, скажем так, аппетитов. Вы можете просто взять деньги и отбить весь клип, можете отбить часть клипа, можете на этом еще заработать. Таргетированная реклама стоит примерно один просмотр, два, там, два с половиной рубля. Хорошая таргетированная реклама, а то и выше. Вот и представьте, если, допустим, вы сможете дать заказчику нативных 2 миллиона, миллион просмотров, даже если он вам даст 2 миллиона на клип, то это уже окупается. Реклама встроена в сам клип, ее невозможно, например, перемотать, потому что она интегрирована, там, да, в product placement. Таким образом, ее точно все посмотрят. А любую проплаченную рекламу практически всегда можно перемотать. Понимаете, в чем выгода? Вот эту выгоду вы приносите в компанию. Если у вас находится их аудитория, для компании это, конечно же, выгодно. И в целом так можно найти деньги. Продолжение следует... Продолжение следует...